я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители вот и пришло время разобраться нам с этими опасными вышками ретрансляторами что же именно они излучают и каким образом воздействует на каждого из нас мы проведем эксперименты и попробуем замерить их температуру а также электромагнитное поле все это мы сделаем в наше время в россии и совсем в другой стране например в израиле в иерусалиме в центре нашего мира так что давайте начнем наши эксперименты и вы будете поражены результатами присаживайтесь поудобнее и мы начинаем давайте же рассмотрим сейчас вышки более внимательно и подумаем что они из себя представляют и конечно же нужно нам еще узнать именно их облучение насколько мощно они облучают нас с вами количество антенн как всегда разнообразно но мы должны понять что помимо сотовой связи они скорее всего передают еще какие-то дополнительные волны направлении во все стороны но зачем такое их большое количество как вы думаете это что разные сети скажем билайн мтс мегафон или же у них совсем другое предназначение есть и маленькие круглые множество вытянутых прямоугольных и вот на самом-самом верху две круглые одна побольше другая чуть-чуть поменьше зрелище ведь очень страшно и опасно и добраться туда почти невозможно так как внизу обычный или забор даже колючая проволока и иногда они бывают под электрическим но вот таким образом все усеяно например в россии вы видите что творится все завалило снегом и вот такой вот грязи посмотрите на дороге на наши как они выглядят каша из грязи и ездит машина но ничего не поделаешь так здесь все устроено засыпают не каким-то специальным веществами а именно песком с грязью так скажем и сам далеке видим вот вышки вышки стоят везде они огромные большие все оккупируют попробуем сейчас замерить с помощью приборов что же они облучают итак берем первый прибор пирометр и проверяем вот таким образом температура на улице сейчас прохладно минус 2 давайте посмотрим что творится на небе минус 3 показывает тучек видите минус 3 минус 3 надо понять асфальт у нас плюс 2 так и попробуем направить прибор куда-то в сторону вышки ну навряд ли мы поймаем конечно идеально минус 2 на таком большом расстоянии вы видите прибор направлен но попасть именно на нее достаточно сложно минус 2 вот такие вот температурные режимы чтобы вы понимали еще мы замерим вот это место сейчас с помощью электромагнитного поля но все показывает по нулям нету превышения электрического поля вверху 0 вольт на метр и внизу микро тесла все показывает по нулям то есть температура сейчас нормальная и электромагнитное поле почему-то от этой вышки вот на таком расстоянии видите вон она вышка вот он я она не показывает давайте выключим включим еще раз прибор выключаем заново включаем проверяем все по нулям превышение никаких не обнаружено но можно подойти конечно и под нее хотя пробраться туда будет очень сложно итак ребят всем привет находимся в Израиле в Иерусалиме в нашем любимом городе ой ну у нас много любимых городов но Иерусалим один из наших любимых городов покажу сейчас вам весь обзор наша любимая очередная крыша там вот светит луна смотрите может даже приближу ее для вас специально потому что вид там фантастический и сниму ее на вторую камеру но мы будем кое-что делать другое смотрите ребят что я вам хочу рассказать сзади меня сейчас покажу вот находится вышка хорошо ее видно нет не знаю сейчас попробую без свет на нее подать вышка где ну вот там вот сейчас где находится у нас антенна передатчик давайте посмотрим вот вы увидите все равно вот вышка антенна передатчик то есть смотрите я в принципе нахожусь почти что под ними имею свой прибор и вот я сейчас давайте выключу включу все мне хотелось посмотреть какое же они излучение на уровне нас делают когда мы находимся на уровне вот этих вот полей ну как бы силе я наверное не подниму слушай ну не пищит ничего допустим к лампочке если я сейчас подойду поле прибавится поле прибавится вот тут есть видите электрическое поле запищало от лампочки такс вот от этих вот вышек блин ну пока что ничего все по нулям ребят то есть то есть вот я стою вот они вышечки очень странно то есть получается они не облучают фона никакого нет все таки даже вот так если мы перевернем на них датчиком а чуть-чуть фон появился смотрите датчиком на них направил электрический ток ну-ка сейчас дальше дальше может быть это от чего-то еще какая-то розетка здесь два три ну вот чуть-чуть есть но ничего страшного блин ребята ничего страшного ноль на самый верх я залезть не могу к сожалению на самый верх но основное вот эту часть видите я вам все показал ребят то есть получается по нулям получается нас с вами так сильно здесь не обжигают не здесь я имею ввиду а вообще и в России везде вот эти вышки наши так сильно не показываются я говорю приборчиком просто подошел к электроприбору да просто вот сейчас к фонарику подойду к любому вот смотрите фонарик сзади меня вон там горит свет сейчас мы подходим к нему и что и ничего и почему он ничего вот фонарик ничего не дает странно так хорошо пойдем к тому фонарик которым я был ну потому что странно может быть там лампочки ну там люминесет к этому еще раз погасло пищи давайте отходим чтобы вы видели что я на кнопочке не нажимаю все по нулям подходим 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 запищал видите электрическое поле присутствует то есть все работает но вот на эту вышку которая сзади меня ничего не работает так ладно разобрались с этим еще я сделаю знаешь что приближусь сейчас вам луну ребят потому что луна шикарная на одну камеру я приближал сейчас приближу я на вторую мы посмотрим замечательное зрелище давайте вот он наш луна красотка попробую руками сейчас подержать как смогу как на эту камеру получится увеличение и что мы увидим потому что сверху там невероятный кратер тут оптический зум немножко похуже но посмотрим что она нам покажет вот эта камера вот убывающая луна убывает она сверху фон у нее уже гляньте синий приближать похуже да но все равно видно резкости такой хорошей нет но вот эта верхняя часть кратера вы видите как срезана нет здесь так не рассмотришь эта камера похуже снимает давайте приближать нам нужно понять максимальное приближение вот 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 это уже круто вот это уже вообще солидно видимость реально большая ребят очень большая и видите получается что у нас пропадает именно верхняя часть а не боковая это очень важно смотрим на кратеры потом я еще буду пробовать больше увеличить вот это вот круто и теперь смотрим ой верхний кратер вы смотрите какой полукруглый там реально гора целая там реально целая гора все потрясывается немножко но камеру не держит то есть она стоит закрепленная на штативе гора и полукруг вы посмотрите да блин может подержать ее а то сильно держится вот прижал ножки руками гора и полукруг кратеры смотрите и внутри кратеров прямо в центре есть колонны или такие стоечки большие вот в самом правом это кратер Тихо или Тайка его мы сейчас проезжаем светящиеся огни на луне видны как всегда великолепно и вот с самого левого нижнего угла сейчас горит кратер Аристарх вечно сияющий в честь древнегреческого астронова ученого назван видите как много вот этих огоньков непонятно ну ни пролетов НЛО в принципе ничего я не вижу но луна перевернута на 45 градусов относительно России ребята все будет руками держать и будем все внимательно рассматривать вот этот вот невероятный круг наверху вы смотрите да сейчас секунду невероятно вот этот полу круг полусфера наверху фантастическая кратер имеет полутени или как будто вообще их не ой или как будто вообще луны не видно нету сверху конечно очень интересно да но что это за полукруг вырезанный вырезанный такой огромный что это за кратер там находится а стоп подождите вот это черное было сейчас точнее море ясности море спокойствия там было море дождя а это какое-то другое море не помню как называется море море не помню это мы реально смотрим это мы реально смотрим видите какое море у него образовался полукруг и смотрите на кромке вот как будто что-то есть может там кто-то сейчас смотрит на нас а может там какой-то объект сидит посередине вы гляньте вот слева сейчас сейчас секунду ребят сейчас мы поймаем там реально что-то есть фантастически сейчас извиняюсь извиняюсь сейчас я сяду поудобнее там руками будут фиксировать посмотрите внимательно по центру что в самой середине этого кратера я вижу каких-то 2 крылышка что ли каких-то посмотрите какая фантастика а точнее это не кратер это море не ну вообще кадр великолепный в России я бы такого не увидел это точно вот это самая интересная часть луны да когда она в такой фазе вот это верхний меня просто очень завораживает у меня впечатление что сейчас тот сидит там вот из него по центру по центру и выглядывает да или какой-то объект аппарат какой-то приземлился ребят потом увеличивать смотрите я смотрю сейчас в данный момент свой маленький экранчик своей камеры ну там реально что-то есть что-то очень волшебное и возможно этого еще никто никогда не снимал но все равно для интереса чтобы сравнить картинки я снял то есть вот этот полукруг сверху вырезанный видите море а моря то его и нету дырочка там просто ребята просто дырочка полукруг отверстие просто фантастика какая интересная какая же сегодня будет луна если сегодня у нас 14 декабря 2019 что ж там в России было 14 декабря 2019 ну странно вот это вырез это просто фантастика сверху почему нет вот этого части луны какая-то вообще невероятная ситуация и в центре видите здесь похуже видно но что-то там есть серединке сидит и заодно вы поймете насколько хуже эта моя луна камера немножко снимает ну для интереса показал не буду давать подробностей та камера снимала конечно намного лучше ну вот такое видео путешествую хожу гуляю везде по кругу по центру вы смотрите со мной гуляете наблюдаете давайте немножко вам покажу еще город ночной хожу по крыше видите сам на крыше сейчас посмотрим еще ночной город ребята что тут происходит у нас в Израиле люди переходят вот такие дорожки ну у нас в России холодная зима здесь как видите тепло перекрестки такие не совсем понятные много тротуарных дорожек небольшое количество людей время сейчас около 10 вечера но красота вообще неописуемая здесь фантастика в Израиле конечно красота вот наши многоуважаемые граждане еврейской национальности видите в шапочке ходят ну вот такие вот ребята бегут ходят туда-сюда по каким-то своим делам ну и я пойду по своим делам одну вещь мы с вами выяснили то что у нас вот эти антенны наши не облучают мы посмотрели луну посмотрели Израиль путешествуем продолжаем всем поехали до новых встреч и пока в следующий раз вы вы вы